Реванш с тюменцев удался. В очередном матче высшей хоккейной лиги игроки Волжской Ариады на выезде встречались с хоккеистами Тюменской. Интригой матча был тот факт, смогут ли тюменцы взять реванш у подопечных Гизатулина. Напомню, что Ариада в предыдущем сезоне флей-офф выбила Рубиновцев на стадии 1-4 финала Росгрыша Братины. Внятного ответа на этот вопрос не удалось получить вплоть до серии послематчевых штрафных бросков. Основное и дополнительное время закончилось ничьей 2-2. Сильнейший выявлялся Папулитом, где больше повезло хозяевам 3-2. Следующие два матча Ариада также пройдет на выезде. В пятницу наши парни сыграют в Кургане против Зауралья, а в воскресенье в Нижнем Тагиле против Спутника. Кстати, матч в Тюмени для нашего тренера был первым уже в официальном статусе главного тренера студенческой сборной России. На днях в Москве состоялся тренерский совет под руководством президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Один из вопросов в повестке дня – отчет Ильнура Гизатулина о формировании и подготовке студенческой сборной России по хоккею для участия во Всемирной зимней универсиаде. Заслушав доклад наставника Волжской команды, совет утвердил Ильнура Гизатулина на пост главного тренера студенческой сборной России по хоккею. Напомню, что универсиада пройдет с 10 по 21 декабря в итальянском городе Трентино. Южкоролинские баскетболистки закончили выступление в первом туре розыгрыша Кубка Кузина. Подопечный Сергея Мухина в трех проведенных матчах два раза уступили и в одной игре Волготех выиграл. Наши были биты баскетболистками из Оренбурга и Саратова, однако оказались сильнее дубля московского «Динамо». Но этого было недостаточно, чтобы пройти во второй тур соревнований. Сейчас наши баскетболистки продолжают подготовку к новому сезону высшей лиги женского чемпионата страны. Стартует он в начале ноября. Спартак и «Динамо» разошлись миром. В матче 12-го тура первенства России по футболу среди команд 2-го дивизиона зоны «Урал» по Волжье Кировская «Динамо» принимала «Ешкоролинский Спартак». За 90 минут игрового времени зрители, пришедшие на стадион забитых мячей, не увидели. Итоговый счет 0-0. Спартак так и остался на восьмом месте в турнирной таблице. Очередной матч наши парни проведут дома в это воскресенье. Соперник «Тольятинская лада». Начало игры на дружбе 29 сентября в 16.00. Все скалолазы на стену. В это воскресенье в спортзале номер 2 по ГТУ состоится фестиваль и чемпионат города по скалолазанию. Все желающие, прежде всего дети, смогут попробовать свои силы покорение искусственной скалы, скалодрома, посоревноваться за призы. Также зрители смогут поболеть за спортсменов, участвующих в соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «Трудность». Начало спортивного праздника в 9.30. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Субтитры создавал DimaTorzok